О ямах и канавах на улице Мацестинской пешеходы и водители теперь забудут надолго. Там восстанавливают дорожное полотно. Затем, чтобы все работы были выполнены качественно, пристально следит член ТОС Мацеста Нелли Спиридонова. Ребята, я вам говорила насчет, где вы начали работать. Там одна такая дыра хорошая есть ночью. А что вы сразу не сделали? Собственно, ямочный ремонт дороги – заслуга членов ТОСа Мацеста. Именно они донесли до властей наболевшую проблему жителей микрорайона. На их счету и детская площадка возле поликлиники номер 5. Если мы не будем делать, то кто будет делать? Молодежи пока некогда, они все работают. Взять Пахомова, он не может в каждый уголок вникнуть и что-то вот пришел, ага, плохо вот здесь вот, надо вот сделать. Так мы же ему подсказываем и в письменном виде, и в устном виде. Подсказывают властям и сами берутся за дело. А так, четвертый подъезд дома номер 7 по той же Мацестинской, в котором живет Надежда Ивановна, признан лучшим в городе. Сам же ТОС Мацеста в 2014 году стал лидером в крае. Роль местного самоуправления, особенно роль территориального самоуправления, она очень велика. Те достижения, которые мы достигли сегодня на красивых чистых улицах, красивых дворах – это, конечно, исключительно работа наших ТОСовцев. Конечно, сегодня большое внимание уделяем охране общественного порядка. И тоже наш город самый безопасный, и тоже в этом заслуга наших ТОСовцев. Сегодня на курорте 65 территориальных органов самоуправления. Их руководителей и сотрудников Анатолий Пахомов назвал своими соратниками и настоящими патриотами города. Нет такой ответственной работы, с которой бы ТОСовцы не справились. Взять хотя бы подготовку и проведение зимних Олимпийских игр. Без поддержки народа, без поддержки органов самоуправления никакая государственная деятельность невозможна в России. Снизу доверху, вплоть до президента Российской Федерации. За вклад в развитие Сочи – почести и награды. Все-таки ТОСовцы на благо жителей и гостей курорта трудятся 25 лет. Самым отличившимся в честь праздника вручили медали и благодарственные письма от президента России, мэра и городского собрания. Галина Маисеева, телекомпания «ФКТ». Аминь. Продолжение следует...